Надо воспринимать их как обычных людей, не надо воспринимать, что это другое, из космоса. Это просто люди, которые всё делают так же, как мы, только по-другому. Соответственно, я думаю, но это тоже со временем, я думаю, потому что вот это такая тень постсоветского союза, когда у нас инвалидов не было. Они были спрятаны. Они были спрятаны, и до сих пор очень много, например, места вроде должно быть подлажено под коляску, но вот это не так. И в другой раз, мне кажется, посадить людей, которые принимают решение, как, например… Построил пандус, заедь на него. Да, вот посадить на коляску и, пожалуйста, сделай. Потому что, например, у нас тоже летом в Юрмале тренировки происходят, и большая проблема попасть людям на общественном транспорте до Юрмала. Из Риги, из Юрмала, кажется, здесь, рядышком. Микроавтобусы в другой раз просто не открывают дверь, в электричке невозможно. Соответственно, вроде 20 километров, но если нету своего транспорта, люди на колясках никак не добираются. Так что, и поэтому я думаю, что вот это у нас непривычно просто, что у нас есть люди на колясках. Потому что за границей там в любом месте очень много колясок, и люди даже не смотрят, как на, как я смеюсь, как на инопланетян, но просто это обычные люди. Я думаю, чем чаще у нас люди будут появляться в общественных местах, ну, люди на колясках, тем уже не возникнет вопрос, например, 5 вопросов, которые быстрее... Нельзя воспитать нас в первую очередь. Да, да.